Как реально помочь ребенку с ограниченными возможностями? Эту тему сегодня обсуждали на международном уровне. Американские специалисты и сотрудники Центра психолога медико-социального сопровождения поделились опытом и сравнили подходы к работе. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Поддерживать его здесь и сейчас это важно. Но американские специалисты уверены, нужно заботиться о том, как сложится судьба такого малыша в будущем. Мы выбрали направление для решения этой проблемы, инклюзивное, то есть включение лиц с ограниченными возможностями. Это не только инклюзивное образование, когда такие дети учатся в обычных школах, общаются с обычными детьми. Это также включение таких лиц в работу, в жизнь, как в семье, так и в обществе. Специалисты нашего Центра, врачи и педагоги действуют только сообща. Обеспечивают так называемый комплексный подход к решению каждой проблемы ребенка с ограниченными возможностями. Этот опыт американцы увезут к себе на родину. Пожалуй, такого опыта мы не увидели у них. Но я еще раз говорю, у них очень серьезные подходы к социальному обеспечению этих людей, к поддержке этих людей, к совместному проживанию этих людей и здоровых и с ограничениями здоровья.